Саламу алейкум. Если вдруг на нас нападет, например, Швеция или США, оккупируют наши земли, будут пытать и убивать нас, но разрешат нам молиться и строить мечети, война против них это не газоват? Тумсо, каково ваше личное отношение к тому, что в ваших обычаях есть такая вещь, как кровная месть? Мое отношение такое, кровная месть, это тот институт, который... Тумсо, если Россия уйдет с наших земель, не будет ли у нас проблемы с экономикой, например, как в Абхазии? Каковы твои прогнозы экономики Кавказа без России? Конечно, у нас будут проблемы. У нас... Вообще проблемы, это нормально. Они должны быть. И любое государство должно начинать с того, что оно решает эти проблемы. Поэтому мы не должны бояться проблем. Мы должны быть готовыми к этому и решать эти проблемы. Не решаемых проблем нет. Почему Абхазия не может решить свои проблемы? Потому что Абхазия пошла не по тому пути. Абхазия, в принципе, не в состоянии проблему решить. Она себя, наоборот, загнала в положение, когда вот в этой ситуации, при таком раскладе, она проблему решить не может. А она может решить проблему только путем изменения всей концепции. Понимаете? Для этого нужно обратно, нужно отказаться от России. Нужно войти в переговорный процесс с Грузией. Только тогда они смогут решить те проблемы, которые у них есть. Поэтому в нашей ситуации, в идеале, уходит, допустим, Россия, например, договорились, там Кремль пришли, нормальные, адекватные люди, они такие извинились, войска вывели. Ну, это я вам сейчас прям идеальный сценарий описываю. И вот мы оказались в ситуации, когда России нет, мы вот пришли, все, давайте. Что мы получаем? Мы получаем колоссальное количество проблем, связанных с 20-летним застоем, который был целенаправленно Кремлем организованным. И невероятные перспективы для решения всех этих вопросов. Вы просто работаете. Это, на самом деле, идеальная такая, прям очень благоприятная ситуация для любого правительства, для любых министерств, для любого лидера. Для того, чтобы, решая эти проблемы, войти в историю. Для того, чтобы люди тебя благодарили. Это просто, ну, идеальная ситуация. Очень благоприятная. Проблемы, конечно, будут, а вы думаете, их не будет через 50 лет, через 100 лет? Вы думаете, их проблем нет сегодня у США, у развитого государства, нет у Европы проблем? Конечно, есть. Постоянно они возникают, их нужно решать. Так мир и устроен. У Китая полно проблем. Голос Ичкерии. Саламу алейкум. Если вдруг на нас нападет, например, Швеция или США, оккупируют наши земли, будут пытать и убивать нас, но разрешат нам молиться и строить мечети, война против них – это не газоват? У алейкум ассаляму амбуллах. Это вопрос ко мне. Какая разница, кто на нас нападет? Если кто-то на нас нападает, он является врагом. И защищаться от этого врага является, безусловно, обязанностью. Священной войной для каждого, кто в состоянии вести эту войну. Оборонительная война – это не тот вопрос, в котором есть какие-то там поблажки и так далее. Там, если ты можешь обороняться, ты должен, обязан обороняться. И не важно, кто на тебя нападает. Если этот вопрос связан с тем, что была бы такая же реакция, типа, если бы это была не Россия, а какая-то другая, конечно, была бы. Конечно, была бы. Кем бы эта страна ни была, если она нападает, если она пришла для того, чтобы убивать твоих граждан, чтобы сделать их своими гражданами, чтобы оккупировать твою территорию, конечно, безусловно, с этой страной, с этой армией нужно сражаться. Но, напоминаю, на нас никогда не нападал никто, кроме России. У нас пока вот на протяжении 400 лет не было проблем ни с одной страной, ни с одной армией этого мира, кроме как с российской. Нас убивали, нас бомбили, наши города, села стирали с лица земли. Российская армия – это дело. Никакая иная. В том, что каково ваше личное отношение к тому, что в ваших обычаях есть такая вещь, как кровная месть. Моё отношение такое, кровная месть – это тот институт, который в рамках оккупации, когда мы на долгие-долгие-долгие годы находились в оккупации, этот институт служил таким элементом сдерживания от беспредела внутри народа. Этот институт, он перестанет существовать, то есть необходимость в нём исчезнет, когда мы получим независимость. В своём государстве, когда у нас будет система судейства и исполнения наказания, тогда не будет нужды в том, чтобы действовал какой-то альтернативный институт исполнения наказания и судейства. Почему вообще существует кровная месть? Потому что совершается преступление, убивается человек, российское законодательство, оно не наказывает. То есть то, что положено этому человеку, совершившему преднамеренное убийство, то, что положено ему по российскому уголовному кодексу, не является наказанием, понимаете, для потерпевшей стороны. Его посадят в тюрьму, он отсидел, вышел и такой, всё нормально, дальше живёт себе, пьёт чай, а моего родственника, сына, брата, его уже нет в живых. То есть я, а мне дальше жить с этим человеком по соседству, что ли, он будет ходить. Понимаете, почему это происходит? Поэтому, когда у нас будет своё государство и совершившие подобное преступление будут наказываться в соответствии с законом, то есть их будут судить, будет выноситься решение, и в соответствии с этим решением будет исполняться наказание, никакой кровной мести нам уже не нужно. То есть вот тогда этот институт уйдёт. До этих пор он будет существовать. И люди будут получать, как бы, будут совершать своё возмездие, которое не совершается в рамках Российского уголовного кодекса. Как сделать так, чтобы народ объединился? Если мы говорим про обычное положение, то есть никогда идёт война, никогда враг на тебя напал, а вот обычная жизнь, то в этой ситуации работают все обычные, обыденные законы. Просто должна быть какая-то политическая сила, то есть их много, да, разных политических сил, и каждая работает, конкурируя между собой, они пытаются заполучить поддержку народа, заручиться этой поддержкой, поддержкой, одобрением своего народа. И вот тот, кто в этой борьбе побеждает, тот, на чьей стороне бывает больше поддержки, такая сила, она начинает уже формировать какую-то коалицию. если эти силы как-то разделяются. То есть эти модели, они везде разные, нет такого, что вот одна модель, и она на всех подходит. Где-то есть там двухпалатная, двухпартийная система, как в США, допустим, да, можно ли сказать, что этот народ не объединён? Но в каком-то смысле, да, они, считайте, на две части разделены, республиканцы с демократами, и там идёт постоянная как бы борьба между ними. То есть американцы, грубо говоря, это вот две разные стороны, постоянно друг с другом конкурирующие. Но они, и та, и та сторона, они объединены в том, что желают блага для своего государства, величия для своей страны, для своего народа. Поэтому это внутриполитическая борьба, но внешне, безусловно, они объединены. есть, например, как немецкая система, двух, двух с половиной, партийная она обычно называется, когда есть две такие мощные силы, есть ещё какие-то мелкие. И вот эти вот две мощные политические силы, одна из них, побеждая на выборах, она не может сформировать большинство, если она не заручится поддержкой вот этих вот мелких каких-то. и она начинает формировать коалицию. Вот, то есть, мы должны действовать из тех, той ситуации, которая у нас складывается. Если нет абсолютного, как бы, большинства, то нужно формировать коалиции, нужно договариваться с теми, с кем это возможно. Но для того, чтобы это сделать, сначала нужно стать этой политической силой, понимаете, нужно заручиться поддержкой своего народа. У нас почему-то люди по-другому действуют. У нас считают, что нужно сначала себя объявить властью, сказать, что мы, мы теперь вот ваши представители, а потом нужно что-то делать хорошее, и вот чтобы народ тебя поддержал. Но на самом деле все работает по-другому. То есть, нужно идти не сверху вниз, а снизу вверх. Нужно сначала становиться политической силой, набирать обороты, завоевывать сердца людей, а потом уже претендовать на то, чтобы быть властью. Потом ты можешь уже, уже набравшись этой мускулатуры, вот этой силы, когда у тебя мощная поддержка, тогда ты можешь претендовать на то, чтобы становиться властью для этого народа. А если ты сначала хочешь объявить себя властью, какие-то там провести выборы, там что-то у себя собраться, там несколько человек, 10-20, там что-то у себя избрать, а потом уже типа, вот все, мы теперь уже пришли к вам, и давайте мы теперь будем делать какие-то благие дела, а вы нас поддерживаете. Но это на психологическом уровне вызывает отторжение. Обычно люди такое не принимают. отторжение. Субтитры Продолжение следует...